Надежда, здравствуйте, спасибо за представление. Да, чуть-чуть немножко задержалась, почему-то вебинарная комната что-то с меня запросила. Со второго раза нажимание кнопочки все пошло. Так что все хорошо. Надеюсь, да, вот сегодня подтормаживает у нас, видимо, вебинарная комната. Я надеюсь, нам при всем при этом удастся, да, с вами очень комфортно, хорошо получить знания, пройти практику по самоосцелению жизни. Если кто-то среди вас, кто знаком с простукиванием, ставим плюсики. Вот. Потому что сегодня будет для тех, кто не знаком с простукиванием в основном, да, я расскажу про эту технику. И самая главная основа, вот она с Викторией, здорово, здравствуйте, Виктория. Я всегда очень радуюсь, когда есть те, кто знаком. Ну, небольшая часть теории, да, что такое простукивание, вот для вас уже будет известно. Но, возможно, вы что-то для себя еще новое откроете. На чем оно основано, да, и как принципы его применения, потому что мало знать просто, ну, сами точки, да. То есть есть определенная система, система самоосцеления жизни с помощью простукивания. И сегодня вот у нас, Виктория, вы пополните свое знание, да, о простукивании в том числе. Итак, самоисцеление жизни. Сегодня будет касаться таких сфер, как спокойная, хорошая, здоровая, благополучная жизнь. Мы не будем говорить о сверхприбыли, мы не будем говорить об идеальном теле или идеальном здоровье, но самая главная цель, самоисцеление жизни и то, на что у вас идут естественные процессы, это жить здоровьем, да. То есть чтобы, когда просыпаешься утром и в течение дня были силы, ничего не болело внутри, да, можно было сделать, сходить туда, куда вы хотите сходить и что вы хотите сделать. Чтобы была энергия внутри вас, чтобы сделать это, да, чтобы когда просыпались утром на постоянной основе не было какого-то состояния непонятного, сложного, тяжелого, апатии, да, каких-то таких не очень приятных состояний, да, в которые мы можем иногда попадать так или иначе из-за внутренних конфликтов каких-то, еще чего-то. Вот эта система призвана выстроить, привести вашу жизнь, вернее, система, которую вы используете сами, да, ускоряя свои процессы, приводит к вас спокойной, здоровой, благополучной жизни, выстраивает вектор на эту жизнь, помогает поддерживать это и ускорять, да, эти процессы. И кроме того, что нужно здоровье, да, нужно тело, которое с одной стороны здоровое, но с другой стороны должно оно, как тема похудения, тема омоложения сегодня тоже будет звучать, кому это актуально. Да, и похудение, омоложение, принятие своего женского тела, сексуальность тоже сюда же, то есть какой-то уровень, да, чувствование своего тела, не только с позиции больно, не больно, да, то есть с одной стороны здоровье, болит, не болит, чтобы все было здоровым, а с другой стороны, когда она уже здоровая, да, и нормальное настроение, уже, ну, хочется вообще со своим телом дружить, да, это про дружбу со своим телом, не про то, что сражаться с ним за лишние килограммы, или ненавидеть свои, там, морщины, седые волосы в зеркале, то есть чтобы внешний вид, да, и ощущение своего тела изнутри было, ну, хорошим достаточно, да, чтобы была определенная гибкость тела, легкость тела, что касается веса, например, да, и максимальные возможности по поддержанию, да, тела в молодом состоянии, максимально возможно для вас. И третий момент, да, то есть первое это здоровье, здоровье тела, работа с заболеваниями, работа с эмоциональными состояниями, с детскими травмами, родовыми какими-то вещами, простукивание тоже этим занимается, и похудение, отношения с телом, да, красота тела, так скажем, красота и ощущение себя красивой женщиной или мужчиной, да, с красивым телом, иметь красивое тело. И третий момент, это иметь ежемесячный доход, необходимый на поддержание вашей жизни. Вот это, я считаю, это три вот таких темы, которые со всех сторон, да, дают базу, базу, чтобы жить дальше, чтобы как-то расти, развиваться, совершить прорывы в каких-то сферах, не знаю, выстраивать отношения какие-то. Ну вот это то, что должно быть, то, что мы для себя сами можем сделать, можем помочь себе в этом. И то, в чем, что у нас должно быть по праву, и мы имеем право, да, мы имеем возможности, должны взять это право себе, жить спокойной, хорошей, благополучной жизнью. Да, основана техника и система и вообще подход на восточной медицине китайской, на меридианах, да, точках на меридиане, которые акупрессор, акупунктурой занимается. Зная на начальном базовом уровне китайский язык, как лингвист-переводчик, вот я в том числе получаю образование, да, и в Шанхайском университете традиционной и восточной медицины, чтобы система, да, вот моя школа, да, которая дает простукивание, вот эту систему самоисцеления, была наиболее актуальной, наиболее подходящей, эффективной и так далее, да, я постоянно получаю знания напрямую у тех, кто технику саму создал, да, с Гарри Крейгом общаясь, кто вот, Виктория Знакома, это основатель. В 95-м году эта техника была основана на Западе и с тех пор появилось очень много тренировок разных, докторов в том числе, которые применяют эту технику. Наш план на сегодня, есть базовые принципы и законы, на которых все самоисцеление основано, есть теория, будем говорить о теории, как можно применять эту технику, да, на чем оно вот вообще основывается, зачем это вообще надо, да, вот почему нельзя просто так вот использовать, за законы жить дальше, и чем не заниматься, и, ну, самоисцеление сработает, да. Давайте мы не будем лишних фраз каких-то говорить, у нас времени сегодня очень мало, чтобы нам хватило времени на практику, да, давайте максимально сосредоточимся, послушаем быстренько, я расскажу вам, да, и будем делать практику. Давайте сразу так, кому что интересно, цифру 1, кому важно про здоровье, заболевания какие-то, да, для практики нужно будет брать какую-то из этих тем, и, например, по заболеваниям лучше не берите какие-то серьезные вещи, да, потому что, понимаете, простукивание, оно поднимет все, и надо это будет что-то с этим делать, помочь этому очищаться дальше, да. Вот, вот, дальше мы будем именно, вот, это в длительной перспективе должно быть, я вам сегодня буду предлагать курс записи с моим индивидуальным сопровождением длительным, месячным, и вот там я могу, ну, вот это все сделать, поднять какие-то глубинные заболевания ваши, можно просмотреть, там можно в перспективе я, как бы, вас сопровождаю. Здесь, поэтому, для практики, чтобы попробовать, берем какую-то активную для вас актуальную тему, соответственно, цифра 1, это заболевания какие-то, да, физическое здоровье, просто боль у вас в теле, например, за 5 минут простукивания нашей практики, она у вас уйдет, да, возможно, полностью, возможно, снизится каких-то минимальных пределов. И это цифра 2, если вам важно, например, похудение, омоложение, сексуальность тоже в эту оперу, и цифра 3, если вам актуальны деньги, да, доход, ежемесячный доход, если вам, у вас есть нехватка на ваши повседневные потребности. Давайте знакомиться, это важно очень для практики, 1, 2, 3, надо что-то одно давайте выберем сегодня, вот, и с этим поработаем, да, чтобы практика была максимально подходящая, да, под вас, под нашу сегодняшнюю группу. Что-то найдем, что-то найдем, то, что, вот, общее, общее среди вас, поработаем по этой теме. Есть теория, да, под этим, как это вообще, зачем это делается, я вам ее расскажу. Теория связи тела и денег, но денег, потому что сама, сама кажется, далекая взаимосвязь, и не понимаю, да, вот эту взаимосвязь. Но на основе нее мы увидим, я проговорю, что это же и основано под заболеваниями, и под похудением, там, под омоложением, под всем. Значит, в нашем теле есть определенный физиологический режим, который как раз-таки является причиной заболевания, одной из основных таких причиной лишнего веса набора, да, и нехватки денег. То есть это вот такой режим нехватки вообще ресурсов внутри организма, в том числе вот на жизнь, просто жизнь, да. Итак, и как благодаря телу сделать свою жизнь спокойной, хорошей, благополучной, комфортной, и вот такой, какой вы ее хотите, но на каком-то базовом уровне. То есть то, что мы будем сегодня говорить, мы не будем говорить там о привлечении миллиона рублей или о, не знаю, о том, как сделать идеальную фигуру за три недели. Мы будем говорить о более базовых вещах, соответственно, будет практика к растукиванию 2-3, 2-3. Я смотрю, давайте активно пишем, да, какую сферу вам интересно сегодня проработать на практике. Техника простукивания за 5 минут поможет вам, во-первых, ощутить, понять, что это такое. Проведем ее сразу же тут, вот, исходя из того, что вам актуально. Ну, вот пока у нас двоечки есть везде, вот, посмотрим, что обвиняют и троечки. Сейчас пока идет борьба между темой похудения, да, и темой денег. Вот, а мы пишем, кому что интересно. Если у вас в течение выступления поднимутся какие-то боли в теле, прислушиваемся к себе. И, соответственно, это является самым базовым принципом. Первый базовый принцип, на котором основано самоисцеление. Важно самоисцеление. Важно именно ваше самоисследование, это можно назвать, да. Вот, самоисцеление для самоисцеления. Не важно, какая информация вовне есть, не важно, какие есть практики, техники, люди, авторитеты, которые вам что-то говорят. От вообще всех, что вокруг, люди, да. И информация какая. Самое главное вы, да. И что вы чувствуете, как вы оцениваете те или иные аспекты. Этот базовый принцип мы всегда применяем. И он является частью практики простукивания, которые мы сегодня будем делать. Вот, Лада финансы у нас. Сейчас пока финансы начали перевешивать. Давайте, кому еще что. Сегодня, кто не за финансы, особенно, если сегодня есть такие, то тоже отпишитесь, чтобы было общее. Итак, кажется, что это очень простой принцип. Но каждый раз, когда мы сталкиваемся с практикой, получается, что этот принцип, ну, очень сложно некоторым людям выполнить. Вообще не понимают, что это такое. Поэтому, поясню, например, берется, если берется цифра К1, да, про заболевания, боли и так далее. Говорят, вот с чем будем работать, да. Ну, там название болезни, там такое-то, такое-то и все, вот там-то, да. То есть это некая внешняя формулировка, да, того, что есть. Если исходить из принципа, вот, первого принципа, что я чувствую, и простукивание работает только на основе этих принципов. То есть простукивание, вся эта система основана, ну, на том, что есть вот здесь сейчас, ваше тело, ваша какая-то ситуация, ваше какое-то состояние. И это нарушение базового принципа, когда говорят, вот, просто название болезни и все, то есть настолько привыкли, уже называют ее, считают частью своего мира. Но чтобы работать с простукиванием, со своим заболеванием, например, важно очень соединиться со своими чувствами. Что я сейчас чувствую? Да, есть заболевания, есть еще что-то. Болит ли у меня где-то сейчас, да, напряжение еще где-то. То есть вот этот базовый принцип, он активизирует, актуализирует, и это является необходимым таким состоянием слушать себя, да, исследовать себя, что у вас есть внутри. И тогда никакие какие-то внешние, внешние влиятельные информации, авторитеты ни за что вас не собьют с основного пути. Но это не значит, что не нужно, например, получать помощь, не нужно там спрашивать вопросы и так далее. Вот как сейчас становится актуальным самообразование, то есть быть главным заказчиком образовательных услуг. Точно так же и, например, в психологии, вообще в теме здоровья. Здоровья, да, очень важно научиться вот этому минус самоисцелению, когда у вас есть понимание, что у вас, да, когда вы четко знаете, что происходит и на что вам нужна помощь. И вот конкретно на это вы идете к конкретному человеку и понимаете, подходит он вам, не подходит. То есть вы являетесь главным заказчиком этих услуг, главным в своем исцелении, в своем самоисцелении. Поэтому называется самоисцеление, да. И для этого нужно уметь чувствовать себя, исследовать себя. И это тоже будет сегодня у нас часть на практике. И второй базовый закон, на котором это основывается, есть естественный закон самоисцеления роста. Рамки затягиваются, органы обновляются. И получается, что в принципе, если мы, это ритм земли, да, ритм природы. Вот если мы, у нас будет, ну, тепличные условия такие идеальные, да, мы можем жить на природе без какого-то шума, отвлечения, у нас достаточно еды, не знаю, денег, всего, мы можем спокойно жить, мы постепенно войдем в ритм природы, да, там, ну, сменяются времена года, там, зима-лето, будем наблюдать все это. То есть определенный такой, немножко замедлимся, да, до земных вот таких вот ритмов. И тогда вот этот естественный закон самоисцеления, он еще ускоряется. Да, то есть вот это, скажем так, ритмы земли вот такие определенные. То есть здесь самоисцеление происходит не потому, что, не знаю, кто-то там руки накладывает на вас или какую-то энергию божественную привлекаете, там, для очищения чего-то, да, органов или тела, как вот бывают некоторые системы, работают. Здесь простукивание активизирует вот эту вот связь с землей. Именно земля, да, ее ритмы, ее природа, наше тело является, ну, как бы, тем, что вышло из земли, да. И, соответственно, вот соединяясь с землей, с телом, да, вот с этим состоянием, закон, вот это самоисцеление наше, оно или включается, если было полностью выключено, или ускоряется, да, или там блоки какие-то расходятся, опять же, для ускорения. Вот, то есть бывает такое, что, особенно в городах, шум и так далее, мы очень сильно выпадаем из ритмов природы, из ритмов земли, да, и, соответственно, можем терять здоровье на этой почве. Не только здоровье, а вообще в целом спокойный уровень жизни. Вот свое место такое спокойное, да, в мире. Это уже про закон, то есть все имеют право на жизнь, да, и для всех есть место в этом мире. Вот это спокойное место, где вы можете, фух, расслабиться. Если говорить про финансы, это когда баланс брать-давать. Я даю этому миру свои таланты, да, какие-то опыт, знания, и мир мне в ответ, и то, что ему нужно, и мир мне в ответ дает столько, сколько мне нужно. Этот баланс восстанавливается, да, на вот этих естественных законах роста, связанных именно с землей. Это то, как работает простукивание, оно максимально как бы заземляет, можно сказать, да, очищает наше тело сначала, вот то, что я буду дальше говорить. И оно помогает двигаться стабильно, во-первых, быть, то есть это не то, что, знаете, как бывают такие практики, курсы, тренинги или знания, еще что-то. Вот волна вверх, все здорово поднялось, потом волна вниз, спад, и все. И в целом, в принципе, жизнь не меняется, нет. Простукивание, оно и вот эта система самоисцеления, когда подключаешься к земле, да, к ее ритмам с помощью простукивания, даже в городе это можно сделать очень легко, и входишь в это, исцеляешься, у тебя стабильно становится жизнь более лучше, да, уровень лучше, уровень жизни становится более достойным, более лучшим, вот в плане денег в том числе, да, потому что есть вот этот базовый закон в земле, да, вы родились здесь, вы часть земли, ваше тело часть земли, вы имеете право здесь жить, имеете право иметь место в этом мире, и чтобы взрослый человек в этом мире жил на своем месте, да, ему нужны еще деньги. То есть вот все оно взаимосвязано, и это все очень естественно. Вам нужно вернуться, да, вот в эту связь с землей, скажем так, потерянную. Вот, но это делается через очень, ну, опять же, заземленные такие очень вещи, с помощью техники простукивания. Итак, небольшая теория, что же это такое за режим? Смотрите, раньше эволюционно в нашем теле эволюция за миллионы лет, уж не знаю, сколько конкретно она взращивала этот режим. Вот эти две красных точки, это амигдала. И на адустерического человека выпрыгивал тигр, была прямая угроза выживания, амигдала включала режим Бориса Лебеги, называется режим стресса, да, в теле. Соответственно, надо было или убить этого тигра, или убежать от него. И все ресурсы тела активизировались, активизировались в руки, чтобы убить, и в ноги, чтобы убежать. И все это было автоматически, все бы ничего, но при этом режиме внутренние ресурсы нашего организма, уходят от пищеварения, замедления пищеварения, да, уходят от половых органов, и вообще в целом от органов, да, какое-то, знаете, потребление, вот как с компьютера можно связать, да, есть определенная нагрузка постоянная на компьютер, и весь процесс, который требует на эту нагрузку, да, появляется внешний враг, вот тигр, и нагрузка, ресурсы, которые тратятся на, снижаются, понимаете, снижаются, как-то снижаются. Меньше ресурсов отдается на базовые какие-то программы, например, в компьютере, если сравнивать. Они как бы на минимум, да, вот как есть экран, да, гаснет у ноутбука, режим сохранения, да, сбережения, в общем, в этом это режим сбережения тела, сбережения энергии, я бы даже сказала, чтобы сберечь тело, ну, как бы унести его в безопасное место, да, убить тигра или убежать от тигра. В этот момент сбережение ресурсов мозга происходит, потому что как туман перед глазами, кто знает, в ситуации стресса, да, как бы реально вот как туманится, и сложно вспомнить, что там потерял, да, резко там что-то важное, и вот первая ситуация состояния, это шока стресса, прям как туман перед глазами, очень сложно адекватно мыслить, что-то вспоминать, это вот он и есть, вот этот режим. И он к нам вот пришел оттуда, то есть была прямая угроза выживанию человечества, человека, эволюция, чтобы человечество выжило, соответственно, вот такую функцию автоматическую в теле придумала, да. Амигдала включает режим Борис или Беги, снижается, переходит тело, переходит на режим ожидания, да, режим пониженное, даже не помню, как оно, питание, да, режим экономного питания, вот так скажем, вот, экономия энергии, вот у меня сбалансированное есть, а есть экономия энергии. Вот режим экономии энергии, то есть все по минимуму, и, соответственно, это замедление метаболизма, почему? Потому что, когда на тебя набрасывается тигр, тебе не до того, чтобы кушать или переваривать, лежать пищу, тебе не до того, чтобы выстраивать отношения, заниматься с кем-то, да, интимной близостью, не до того, чтобы размышлять, выбирать, принимать решения, то есть это такой автоматический животный рефлекс. И, к сожалению, сейчас в наше время, вот, мир изменился, тигров уже нету, но и этот режим, он с нами играет не очень хорошую шутку. Мир изменился, эволюция еще не успела подстроиться, поэтому простукивание, в первую очередь, как мы используем простукивание для благополучной, здоровой, хорошей жизни, выключаем вот этот режим Бориса Лебедевтель вообще. Это кажется порой нереальным, да, но это реально возможно, даже при наличии определенных жизненных обстоятельств, там проблем в каких-то сферах, но это важно, можно и нужно сделать. Этот режим характеризуется повышенным уровнем кортизола в крови, это можно измерить, и именно простукивание, были произведены эксперименты в Гарварде, измеряли уровень кортизола в крови, делили подгруппой, и выявили, что после простукивания, это единственная была подгруппа, где очень значительно снизился уровень кортизола в крови от 35 до 75%. То есть мы с помощью простукивания, что делает в первую очередь, как система самоисцеления, полностью включаем режим Бориса Лебеди. Как его можно отследить? Сегодня мы с вами будем это делать, вы пощупаете это на себе, как он у вас активизирован. Давайте так, берем тему финансов, и напишите, пожалуйста, а вот сейчас мы будем сразу же применять первый базовый принцип, по 10-бальной шкале, насколько вы удовлетворены своим финансовым положением, насколько вы можете оценить свое сейчас отношение с деньгами, с финансами, раз у нас такая тема пошла, где двоечка-троечка, еле-еле перебиваюсь, что-то получается, что-то нет, даже не сколько деньги, сколько именно, скажем так, спокойная жизнь, которая связана с деньгами. Это еда, да, это оплата и дом, оплата счетов, да, каких-то, это одежда. То есть 5-6 это так, ну вот мне хватает на что-то такое базовое, да, ну там еда, одежда, свет, интернет, вот. А ну 8 ближе к восьмерке, например, это уже когда базовые потребности закрыты в целом, уже хочется путешествовать, может куда-то, да. То есть, ну, на основное хватает и на одежду уже какую-то такую симпатичную хватает, например, сходить там куда-то, фитнес-клуб, но не хватает на какие-то глобальные потребности, да. Давайте так. И из этого пятерочка, троечка, два, три, четыре, вот. И смотрите, такое можно проделывать и отследить по всей жизни, ну вот мы сегодня финансы берем, да. Ну и всегда напоминаю, что финансы мы берем именно вот необходимые деньги для жизни, да. Вот как, потому что просто деньги, это немножечко не в сферах вот самоисцеления, да. Много денег хочу, вот есть такая разница. Это именно про благополучие, благосостояние. Когда у вас не то, что там деньги лежат в банке или в сейфе или еще где, а когда у вас вокруг ваша жизнь благополучно обустроена. Дом, еда, одежда, не знаю, отдых, да, вот именно благополучие жизни как бы такое. Потому что уровень доходов может быть варьироваться, это одно, а это именно про на то, как вам благополучно в вашем окружающем предметном вас мире. Вот, итак, смотрите, мои хорошие. Режим Борис или Беги связан с деньгами. Деньги для нас как угроза выживания. И включаются точно такие же механизмы. Режим Борис или Беги в теле. И, соответственно, да, режим Борис или Беги переводит наш организм и всю нашу жизнь на экономный режим. И, соответственно, как можно решать какие-то проблемы, поддерживать что-то или улучшать здоровье, или выходить на новый уровень дохода, когда просто в теле, в спокойном состоянии идет отток энергии. Вот даже спокойное состояние невозможно. Да, вот как, скажем так, на ноутбуке низкий заряд батареи. То есть те, кто ближе к двоечке, к троечке по вот этой десятибалльной шкале, понимайте, что у вас фактически включен вот этот режим экономии, но не денег, а экономии вообще ресурсов тела. И всего там, что не только тело, психики в том числе. И этот режим, даже если у вас, например, сфера денег, да, но включенный этот режим, а кто на двоечках, троечках, однозначно этот режим включен, если не постоянно, то он приводит к заболеваниям, потому что ресурсов у организма нету. Он приводит к психике, соответственно, то есть эмоциональная нестабильность идет. Все это расшатывается очень сильно, он ведет к лишнему весу, к набору, к быстрому истощению организма и старению, соответственно. То есть вот этот режим сам по себе является режимом очень нестабильной жизни в экономии энергии, нехватки энергии для жизни вообще, просто жизни, не говоря уже о каких-то достижениях, самореализации и так далее. Вот, поэтому в первую очередь, что мы обязаны делать, что мы делаем в самоисцелении, это полностью выключаем режим Борис или Беги. Смотрите, как получается. В частности, в теме денег. Вот деньги становятся таким тигром, на которое в нашем теле, вот те, кто ближе к пятерочке хотя бы, вот 5-4, я смотрю, есть, у вас этот режим включаться может периодами, да, и этот режим, знаете, это как тигр, вот, который ходит постоянно вокруг вас. Те, кто ближе к дворчикам, да, это значит, вы как бы, вот у вас есть место такое, тело как себя ощущает, да, в этом состоянии, вот просто представьте, какое оно вот сидит или стоит, у него может быть даже клетка вокруг есть, да, и вокруг этой клетки постоянно ходит тигр такой. И вот эта амигдала красненькая, она постоянно мигает. Тигр, 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 угроза выживания, угроза выживания. И, соответственно, убить этого тигра, вот, и посылает эти все механизмы, да, в тело, повышение кортизола, режим экономии, то есть он как бы включает это все, видит этого тигра и все, и включает. Вот, и убить тигра этого невозможно, невозможно в теме денег пойти к своему директору, сказать, ну, почему-то мне там премию не даешь, не повышаешь, или клиенту, почему вы там не приходите ко мне на повторную или еще куда-то. То есть, и также убежать от этой темы невозможно, потому что, ну, всем нам нужно зарабатывать деньги в этом мире, так или иначе, за исключением там редких каких-то периодов жизненных, да, там, с детьми связанных, возможно, для женщин. Вот, ну, соответственно, решить это так, как это может решить тело, невозможно, да, вот нехватка денег, нехватка денег, чем дольше вы живете в таком состоянии, представьте, вокруг вас постоянно ходит тигр, вот просто представьте эту ситуацию, да, как ужасно, вообще, как это ужасно, да, те, кто на четверочке-пятерочке, это тигр, знаете, такой, который примерно метра три от вас, и за кустами иногда прячется, то есть, есть периоды, когда более-менее нормально, например, то тигр там где-то за кустом прячется, если говорить выше, например, циферки, там, 7-8, например, то этот тигр, который находится, не знаю, метров 10-15 от вас, и, ну, он может там в кустах, не в кустах, но он иногда подпрыгивать может иногда, там, ну, по-разному бывает, но в целом где-то там есть, но он далеко, но он есть все равно, и как бы тело расслаблено-расслаблено, хопа, а может это тигр, а может это шорох, а может еще что-то, вот такое напряженное состояние в нашем теле есть, и само это напряженное состояние, как будто где-то рядом тигр, очень, как раз-таки оно нас и сдерживает в том, чтобы жить спокойной, благополучной жизнью, здоровой жизнью, да, поэтому какая бы ваша финансовая ситуация ни была, или другая ситуация, это также относится, например, это может относиться, ну, к заболеваниям, да, когда, ну, тело мешает что-то сделать, когда, ну, невозможно пойти погулять, там бывает такое, да, что больно ходить, например, или, я не знаю, ну, хочется поплавать, опять же, нельзя, ну, вот что-то такое, или просто сил нету, да, тоже такое бывает, то есть тело по-разному может это проявлять, даже не наличием заболевания, а просто боли какими-то сильными, да, и так далее. Тогда, смотрите, а, например, в лишнем весе как происходит? Амигдала включается на ваше тело, вот вы смотрите на свое тело внешне, и тут же амигдала включает угрозу выживания, вот такая странная взаимосвязь получается. Вы знаете, это очень легко понять, например, у кого есть лишний вес, да, посмотрев на свой лишний вес, на свой живот, я не знаю, на ноги, на что еще у вас есть, и вот это вот актуализировать, если то, вот это вот прям такое ненависть, такая хочется разрезать, уничтожить, да, это вот как раз-таки вот это состояние убить тигра, да, быстро сесть на диету, похудеть, убрать это куда-нибудь подальше, да, вот это вот тигр, который вот раздражает, как угроза выживанию, то есть особенно, ну, кто долго пытается худеть, это вот доходит прям, тоже может доходить, и физиологически, вот видите, то есть физиологически это может доходить, очень сложно остановить вот эту цепочку, да, страха тигра, тигр, там вот этот выпрыгивает, выживание, повышенный уровень кортизола, всякие, в теме денег это наиболее актуально, ну, сложно сравнивать, тоже актуально, то есть бывает такое, что, например, одна из тем выводит вас в режим, вот этот режим, режим Борис Лебеги, и из-за этого режима страдают все другие сферы, все другие темы, которые я сегодня упомянула, да, например, нехватка денег, очень долгая нехватка денег, борьба за деньги, да, вот очень долгая, не столько за деньги, сколько за благополучную жизнь, да, спокойную, более-менее комфортную жизнь, за свои базовые потребности какие-то, она выводит вот в этот режим постоянно и страдает ее заболевание, лишний вес и так далее, да, то есть страдает все остальное, поэтому, например, нужно выключить вот этот режим Борис Лебеги в целом в вашей жизни, этим мы занимаемся именно на курсе, то есть сегодня, конечно же, это сделать невозможно. 30 дней дают индивидуальное сопровождение, и там мы рассматриваем все аспекты вот такие, потому что, например, вот мы сегодня тему денег проработали, а возможно у вас этот режим активизируется на что-то другое, да, и это что-то другое, ну, порушит, ну, все эти результаты, которые, например, вы бы могли достигнуть в теме денег, да, то есть это нужно рассматривать все в целостном таком формате, да, вот, соответственно, у нас на курсе там 12 дней и вот три подпункта, получается, по четыре практики с материалами по каждому, вот все, что я перечисляла, да, и про заболевания, то есть это очень важно все знать и понимать. Сегодня я вам дам базовый рецепт, как работать с болью и как работать со своими эмоциями, и вот про тему денег мы с вами возьмем. И так, самое главное, самоисцеление, вот, чтобы прийти в это ресурсное состояние самоисцеления, связи с землей, нужно полностью избавиться от этого тигра. Вот что значит избавиться от этого тигра? Нам кажется, существует определенная иллюзия, что вот сейчас я заработаю столько-то денег, у меня будет такой-то доход, и все, я расслаблюсь, тигр типа уйдет. Нет, это иллюзия. У меня было очень много учениц, учеников в моей школе самоисцеления, которые зарабатывали хорошие деньги. И они действительно соглашались, да, хорошие деньги, но они не могли остановиться, они работали и работали, и приходили ко мне, да, с запросами по теме денег. И меня это удивляло, вот, пока я не поняла вот эту причину, да, в свое время, то, что это не зависит от суммы денег, какая у вас есть. Тигр, особенно если есть это в прошлом, например, в истории вашей семьи, были нехватки денег в длительные периоды, или очень резкие, знаете, как тигр мог выпрыгивать. Ну вот, финансовые у нас кризисы разные периодически встречаются. Так или иначе, кто-то мог пострадать, да, когда, не знаю, 91-е годы там было. Но у нас большая история, и что об этом вспоминать, да. Это называется финансовая травма. И эта финансовая травма сидит в вас, как правило, именно вот таким режимом. То есть, что это значит? Например, вы в сегодняшней повседневной жизни убрали режим Бориса Лебеги, выключили. Вот что мы немножечко сейчас сделаем сегодня, да. Сегодня мы не выключим, но вот мы его снизим, как минимум. Например, вы его выключили в сегодняшней жизни. Но есть такой момент, как триггер в психологии называется. Это вот какая-то такая зацепка, которая, вспоминалка, которая автоматически через подсознание как-то поднимает память прошлого, да. Ну, есть такое, как бы, я его считаю для себя базовым. То есть, если у нас что-то не пережито, да, тело не пережило, например, боль, там, разочарование от того, что я не могу что-то купить себе в детстве, да, до нашего одежду там за кем-то, то есть, вот как финансовая травма такая, да. Если я это не прожила, ну, и родители так напрягались, что будут напрягать родителей, и вообще это сложно осознать, особенно ребенку, да, то так или иначе мир нам выведет на ситуации нехватки денег не для того, чтобы мы эту нехватку отработали и исцелили именно это, а для того, чтобы мы могли прожить то прошлое. Очень часто боли в теле, которые у нас поднимаются, они как раз таки являются признаком самоисцеления даже в сфере денег. Как бы вот это поднимается, то, что мы не перепрожили, да, оно пытается очиститься хотя бы через тело, если мы сами не понимаем, не можем с этим разобраться, да. То есть, опять же, чтобы не было каких-то заболеваний, с темой денег обязательно тоже надо работать. Сегодня у нас такая денежная немножко сфера. И вот пример такой у меня ученицы на курсе была по теме денег, и у нее заболел живот, и не проходил, сколько бы она ни простукивала. И мы на индивидуальном сопровождении с ней так, что же делать дальше? Меняясь, ну, свои подходы, да, и мы с ней начали разбирать, в итоге вывела то, что воспоминания, как бы через боль в теле пришло воспоминание, откуда эта боль вообще. В общем, это была ситуация с детства, вообще не связанная с деньгами, где была, опять же, угроза, да, угроза выживанию, стресс, страх был. И, ну, это было не связано с деньгами, мы это очистили, все, что поднялось через тело, благодаря телу, с помощью простукивания. И ситуация с деньгами начала выравниваться. И, ну, для нас обеих это было очень удивительно, как это вообще, живот, ну, живот, да, понятно, жизнь, то есть мы про жизнь, в принципе, говорим, да, но все равно это было сложно вообще представить, тема денег, после практики простукивания это поднялось, заболел живот, и через эту боль пришли вот эти вот воспоминания, то есть даже через боль воспоминания, как бы, приходят через тело. То есть, смотрите, мы не привязываемся к каким-то табличным данным. Вот это вали, значит, это вот с этой темой связано. Мы обязательно слушаем себя, то есть такая максимально эгоистическая система, максимально эгоистическая, помогающая, я помогаю лавировать, да, понимать, что если у вас там троечка, четверочка, то вот это, вот это. Если там снизилось настолько, что дальше будет после практики, то вот это и вот это. Вот, соответственно, это то, что мы делаем, и то, что очень важно сделать, и можно сделать в нашем мире. Вот, жизнь без тигра, что называется жизнь без тигра, да? Это вот когда у вас есть свое место, свое пространство, и своя жизнь, вот эта спокойная жизнь. Ну, что она там спокойная? Можете иногда неспокойными быть. Но вот в целом жизнь очень такая, ну, удовлетворительная, комфортная, благополучная, да? Можно, ну, можно сказать, что мне там что-то не хватает, я хочу, не знаю, образование, еще что-то, вот ближе, да, то, что я говорила, семерка-восьмерка. Но в целом это вот состояние тела, фух, выдохнуло, расслабилось, все, фух. Вот, как бы вот представить, если как бы вы почувствовали себя, если нету тигра, да? Ну, нету, его даже на восьми метрах от вас нету, даже на километры от вас нету, просто нету, вообще нету. И тогда, когда может мир уже вам подкидывать, жизнь подкидывать новые повороты, да, какие-то, вы уже имеете возможность с ними справиться, потому что вся ваша жизнь и ваше тело, они не на режиме экономии, она полная, когда, если говорить про ноутбук, да, экран полностью горит, и вы все видите, да, то есть вот в этом режиме экономии, вот экран, например, начинает гаснуть, яркость, да, экрана, или в телефоне точно так же. Вот так и у вас, при этом режиме яркость экрана невозможно рассмотреть, все четко, внимательно, принять более адекватное решение. Не хватает ресурсов, чтобы быстро и эту программу открыть, и туда открыть, и там быстро сделать. То есть вы делаете все очень медленно, да, сложно, ну, вот это все очень сложно, не потому, что вы, ну, какие-то не такие, или не дотягивать, или еще что-то. Это физиологически обоснованные вещи, да, это то, что вы обязаны сделать, и можете сделать. Это очень быстро, на самом деле, делается, понимая вот эту систему, как мы про прошлое, в прошлом ее полностью выключаем, в настоящем ее полностью выключаем, и у вас есть ресурс в будущем со стрессовыми ситуациями очень быстро и легко, как бы адаптироваться к ним, справляться с ними, и потому, что есть вот эта благополучная, спокойная жизнь-база какая-то, да, внутри. Вот, и второй момент, когда мы полностью выключаем режим Борис-Лебегин, замена нейронных связей мозга. Это называется замена ограничивающих убеждений. Например, верите ли вы, что можете жить благополучной, спокойной жизнью, и если нет, то почему, да? Да, вот, можно для практики, например, ответить на этот вопрос. Вот, тогда мы сделаем, кто ответит, да, сейчас, тогда мы будем брать в практику и эту часть. Вот, чтобы была такая практика. Можете ли вы жить благополучной такой, спокойной жизнью? Если говорить аналогиями, то без тигра, да, вот, спокойно, расслабленно. Если нет, то почему, да, возможно, задумаетесь про себя, это, ну, ответ на этот вопрос поднимет ваши основные вот эти нейронные связи мозга. Например, у меня слишком много блоков подсознания. Например, я не уверена в себе. Например, у меня слишком мало возможностей. Например, я не знаю, что я могу сделать для того, чтобы зарабатывать больше. Например, я не верю вообще, что это возможно. Это самый такой критичный момент. И бывают очень жесткие вот такие убеждения ограничивающие. И чем дольше вы жили с тиграми вот такими, в конкретной сфере, ну, в сфере денег, например, очень часто была нехватка и в прошлом в семье, да, и сейчас там, и это, тем жестче эти убеждения, тем больше нужно обратить внимание на вот эту замену с простукиванием ограничивающих убеждений. Вот из-за опыта, из-за длительности состояния. То есть чем дольше вы в той или иной проблеме зависаете, тем, соответственно, больше вот этих нейронных связей мозга у вас накапливается. И здесь очень важно простукивать, не просто как бы заменять, да, как бывает такое одно на другое, а поддерживать еще прям отдельный сценарий, мы выводим, как последним этапом, поддерживающий вот мощный вектор на цель, да, вот эту благополучную, спокойную жизнь. То есть несмотря на то, что вообще не знаю, откуда там эти деньги брать, что вообще можно сделать, или несмотря на мою неуверенность в себе, или несмотря на что еще такого вот может быть, несмотря на отсутствие возможностей, или отсутствие сил, я не знаю, еще что-то, я выбираю представить и поверить, что я могу жить благополучной жизнью, да. Потому что здесь очень часто говорят, что простукивание работает, потому что, ну, как таблетка пустая, да, такая просто потому что веришь. Нет, попробуйте, простукивание работает всегда, и не потому что в него веришь. Я очень часто, наоборот, отговариваю от веры, потому что надо всегда проверять. Бывает такой момент, когда, особенно очень долго, когда у меня в школе уже ученики учатся, и переходят в как мастеры простукивания, и на трениров идут, и слишком большая вера в простукивание тоже порой мешает. А вот верить нужно не в технику, да, не в тренера, не еще вот кого-то вовне, а верить, и даже, ну, с одной стороны, конечно, в себя надо всегда верить, это понятно, но здесь я имею в виду верить в то, что вы загадали, то, чего вы хотите, оно возможно. Как-то, каким-то образом, вот рано или поздно, так или иначе, но у меня это будет. Без вот этой четкой, жесткой веры, да, вот, ну, невозможно любая, любая попытка, ну, что-то изменить. Ну, это будет очень сложно. То есть, вот нейронные связи мозга, это про это. Любые причины, почему я не могу, или почему у меня не получается в процессе, мы меняем на то, что я выбираю представить и поверить, что я могу жить благополучной жизнью. И я открываюсь всем возможностям, чтобы жить благополучной жизнью. Ну, вот, и третий пункт системы самоосцеления, то есть, первое, выключаем режим Бориса Лебеги, второе, заменяем ограничивающие убеждения, с помощью простукивания, там есть пятишаговая, не шаговая, даже так, пять кругов простукивания делаем. Ну, система замены убеждений, да, с простукиванием, она занимает тоже 5-6 минут, и это делается разово. То есть, один раз простучали, все, следующее, простучали, все. Ничего визуализировать там особо, ничего не надо. Вот нашли фразу, самая главная фишка – найти фразу. Фразу не ток-тук, которую вам внешне кто-то скажет, а то, что вам откликнется, то, что у вас есть в жизни. Да, вот, и третий момент – это разбор аспектов. Вот как сейчас мы разбираем с вами благоспокойную, хорошую жизнь на три аспекта – здоровье, красота, благосостояние. И каждую из этих тем, чем подробнее аспекты мы разобьем, тем, соответственно, эффективнее будет практика и самоисцеление. Здесь как раз-таки очень важен нам навык самоисследования. И вот этот навык самоисследования, он, чтобы применять эту систему самоисцеления, которую я вам предлагаю, вам этот навык самоисследования нужно иметь хотя бы на начальном базовом уровне. Если его нету, ну, это только индивидуальные занятия, индивидуальные консультации, чтобы его включить немножко. А там вы уже можете сами уже учиться применять. Ну, вот так или иначе, курс с индивидуальным сопровождением помогает, да, или его полностью там включить, усилить и, соответственно, добиться результатов по этим аспектам. Там мы ведем дневник самоисследования, например, в теме денег, да, в течение курса. И делаем простукивание, проверяем, что и как, идем дальше. То есть всегда держать руку на пульсе, проверять. Это знаете, как вот очень хочется прийти к умному гуру-психологу или еще кому-то, или диетологу, и сказать, давайте, сделайте мне красивую фигуру, давайте, проработаем с вами, вот, скажите мне, что мне делать, я буду четко это делать, да, вот, и все. Нет, ну, это не про то. То есть чтобы самоисцеление было, вам все-таки нужно уметь самоисследовать себя, иметь, видеть, видеть, куда вы двигаетесь, как вы двигаетесь, да, как бы очень четко видеть свое движение, свои изменения какие-то. И тогда уже любой, там, психолог или я, как, да, тренер-учитель, вот, на курсе, когда сопровождаю, очень легко можно сказать, вот, по практике простукивания, как это можно быстренько все очистить, быстренько все убрать и заменить. Вот. Ну что, переходим к технике. Техника простукивания состоит из девяти точек. И сейчас так, давайте так, кто готов делать практику простукивания, ставим в осуществительные знаки, а кто может взять водички, возьмите водички себе сейчас, после практики у нас будет обязательно, ну, обязательно надо пить воду. Вот. Ну, вы, если там невозможно, да, потом попейте обязательно. Техника простукивания. В 95-м году была изобретена на Западе Дарьи Крейгом, и с тех пор большую популярность приобрела, более 7 миллионов людей по всему миру ее используют. И сейчас в моей школе более 5000 учеников, и, ну, вот, оно развивается в России, да, уже более трех с половиной лет я этим занимаюсь, развиваю, скажем так, технику, да, и вот эту систему самоисцеления. Она основана напрямую от основателя этой техники, Гарри Крейгом, с его подходом Unseen Therapist, называется невидимый терапевт, невидимый целитель внутри нас, да, то есть то, о чем я говорила, по принципе самоисцеления. Вот. Техника из вот этих девяти точек состоит, есть базовый рецепт применения. Технику нашли вот на этом формате, каким образом? Были пациенты с фобиями у психотерапевтов, и они применяли вот эти разные точки, пытались найти, да, вот, как их применить, и увидели, что там не могли, там, 10 лет избавиться от фобии, простукивая по определенным точкам, повторяя, там, страх там того-то, фобия ушла и больше не возвращалась никогда. Вот так она была изобретена, полуэкспериментальным, полуэкспериментальным способом, да, и с тех пор, например, есть такие очень известные, я думаю, вам известные личности, как Луиза Хэй, которая в книжке «Исцели себя» тоже есть, Дипак Чопра, которая свой медитативный центр, Джо Виталий из фильма «Секрет», вот эти три таких известных личности, довольно-таки в теме самоисцеления, исцеления, они все рекомендуют простукивание, да, вам в том числе, хотя бы узнать, понять и применять его в повседневной жизни. Как же это сделать? Есть базовый рецепт простукивания, и сейчас давайте, кто готов включаться в практику, включаемся в практику, мы наконец-то будем делать сейчас практику по деньгам, ставим остательные знаки, кто готов ее делать, чтобы я видела, что вы готовы сделать практику, да, вот, потому что просто слушать это одно, и чтобы практика была для вас эффективна, соответственно, нужно включиться. чтобы вы вообще ощутили, как она работает, да, попробовали, пощупали, потому что теория, это будет лишь теорией, да, теория, к сожалению, лишь даст почву для вашего ума, для каких-то размышлений, правду она говорит, неправду, там, понятное дело, что под много теорий, которые очень быстро рассказала, под каждым пунктом лежат не одна гора книг, да, про тот же самый режим Бориса Лебеди, режим стресса, да, например, то, что я не упомянула, когда мы постоянно в режиме стресса, невозможно убить тикра или убежать, и третье состояние, замирание, умирание, это вот, в принципе, название вот этого состояния, да, когда режим экономии включается. Ресурсов жить нету, да, вот, под всем этим очень много книг по физиологии, да, и так далее, которые это все подтверждают и рассказывают. Поэтому, если вы будете размышлять правду, я говорю, неправду, еще чего-то, вы можете уйти в разные дебри, поэтому просто возьмите и попробуйте, как инструмент, знаете, как молоток, можно читать Талмуды о том, как его применять, размышлять, дискутировать о том, стоит ли им простудом, там, стучать по стене для забивания гвоздя, там, или я могу себе поранить палец. Возьмите один раз и попробуйте. Давайте ставим восклицательные знаки, кто еще готов делать практику. Вот. Не знаю, что-то сегодня все уставшие, не там, наверное, вечер активные все, вне компьютера. Давайте, вот, чтобы было все-таки эффективно, в группе еще кто-нибудь восклицательные знаки поставьте, и будем с вами к практике приступать. Вам нужно будет просто повторять за мной, то, что говорю, делаю я. Ну, соответственно, я буду делать. Простукивание двумя пальцами, никаких скалок вам для этого не надо. Один раз был такой запрос, а как простукивать скалкой, да. Вот, очень меня посмешил. И, там, ну, камни бывают, еще что-то, но мы просто используем свое тело. И проговариваем фразы. Простукиваем, проговариваем фразы. Точки на теле. Это, смотрите, первая точка, не посередине, начало брови, потом край глаза, под глазом, под носом, подбородок, это ямочка между нижней губой и подбородком. Ключица. Находим косточку, ключицу, нижнюю часть, и под ней. Под рукой, это 10 сантиметров ниже подмышки, вот здесь где-то она. И на голове. Это называется один круг простукивания, с первой по восьмую точку. И мы делаем три круга подряд в базовом рецепте. После практики я вам еще подробно проговорю, как этот базовый рецепт, как его можно использовать. Для темы денег, давайте. Кто у нас там отписывался по теме денег особенно. Включаемся в практику. Простукивать можно на эмоции, на боль свою, она снижается. Да, если еще среди вас сейчас, прямо сейчас у кого-то что-то болит, пишем, пожалуйста, в чат, например, «боль в правом колене» и оцениваем по 10-бальной шкале на сколько. И в чат напишите, например, «боль в правом колене 7». Отследите, что у вас болит, чтобы опять же, ну, просто так мы с вами практикуем, да, еще это затремнуть, чтобы вам полегче просто стало, боль перестала болеть. Вы сразу же на себе отследите, что боль тоже уходит. То есть 5 минут простукивания, боль уходит. Вот. И это можно применять на детях, на других людей, суррогатное простукивание есть. Техника полностью безопасна, не имеет побочных каких-то действий. Вот. И можно что, помогать животным, растениям расти можно помогать. Можно, что, зависимости, вот про тему, например, лишнего веса, да, в зависимости от сладкого, к примеру, от какого-то типа еды, в курсе у нас есть. Вот. Анна, напишите таким образом, например, боль в тазу, да, боль, где там, таз, ну, да, боль в тазу, тазобедренная, пусть будет в тазобедренном. Боль в тазобедренном, ну, может быть, справа-слева еще сказать, да, потому что есть правая-левая часть. И насколько по десятибальной шкале. Чтобы отследить, да, как она меняется после практики. Это обязательно очень важно делать. Первый базовый принцип. Прислушиваемся к себе. Соответственно, Анна, да, и те, у кого, может быть, есть какая-то сейчас боль, также пишем, боль там-то, там-то, и сколько по десятибальной шкале, да, боль в правом колене на 7, например, такое. Те, у кого ничего не болит пока, но кто готов поработать, делать практику на тему денег. Мои хорошие, делаем такое упражнение. Думаем о своей нехватке денег. В центре, ага, на 4, отлично. Она как раз вот с вами, вот особенно 4, я думаю, она сразу идет. Тему денег мы для практики сегодня взяли. И, пожалуйста, подумайте о своей финансовой ситуации. Например, нужно что-то такое очень физически материальное, например, вот и ближайшее к вам. Ну, вы хотели что-то купить и не могли купить. У вас лежит, может быть, счет какой-то, вы не можете его оплатить. Я не знаю. Ну, вот что-то такое, что вам нужно, а денег на это нет. Или, может, если, например, есть переживание, что денег не хватит на что-то в будущем, то есть в следующем месяце. Здесь даже можно, нужно закрыть глаза, чтобы максимально вот этот принцип, первый принцип базовый, да, включить. Это вот, ну, не 50%, но 20-30% успеха точно. Тогда вы прислушивайтесь к себе. Ну, не просите. Итак, нехватка денег. Думаем об этой нехватке. Желательно физически, материально. Вот вы прям где-то стояли, хотели купить себе, не знаю, что-то в магазине. И, ну, вы вот, а у меня денег нету, проверяли, смотрели, банковский счет или еще что-то. Вот когда вы подумали об этом, вспомнили это, прислушайтесь к себе и ответьте на вопрос, что я чувствую сейчас, думая о своей нехватке денег. И выделите одно самое яркое чувство. как то, например, разочарование, обида, досада, злость, ужас, страх, что не хватит денег. Одно самое яркое. И оцените его по десятибальной шкале. Насколько его интенсивность. Например, я думаю, что мне там в следующем месяце не хватит на заплатить за квартплату, да. И я испытываю от этого злость, да, какую-то ужас. Ужас, панику, паника, да. Паника такая. Вот. И в чат пишем, насколько, да. Паника, например, 7. Раздражение, 8. Пишем то чувство. Самое яркое. И цифра по десятибальной шкале, насколько она яркая, да, это чувство. Вот. Мы будем с вами начинать делать практику. Давайте включаемся. Может, чат подвисает. Сегодня, наверное, вебинарная комната что-то. Я так смотрю, практику никому не хочется делать, да. Если что-то непонятное из того, что я объяснила, задаем вопросы. Вот. Ага, паника 7, Наталья. Чем лучше вы прислушаетесь, да, тем, соответственно, будет эффективнее. То есть, здесь техника будет неэффективна. Вот у нас Вероника, по-моему, была, которая знает. Сейчас начнем. Вы напишите, пожалуйста. Мы уже начали. Вам нужно сейчас написать. Практика у нас, да. Вот. Когда вы думаете о своей нехватке денег. Подумайте о ней. Представьте ее. Вспомните, да, когда это было точно. Вот вы ощутили эту нехватку денег. Прислушайтесь к себе и спросите себя, что я чувствую сейчас, думаю об этой нехватке денег. Ведите одно самое яркое чувство. Оцените его по десятибальной шкале. И запишите в чат, вот как написала Наталья. Вот. Мы уже начали. Что вы чувствуете, когда думаете о своей нехватке денег здесь и сейчас? Можете взять какую-то ситуацию из настоящего или из прошлого, недальнего. Вот. Чего-то вам не хватает денег на что-то. В связи с этим, что вы чувствуете? Ну, не размышляя, а именно вот попытайтесь, вот базовый принцип, да, прислушаться к себе. Это очень важно. Вот. В технике простукивания. Ну, я смотрю, сегодня что-то у нас практика не клеится. Тогда будем это делать на курсе уже. С теми, кто придет на курс, будем разбирать. Ну, вот. Раз сегодня у нас такая аудитория, которая просто послушать хочет. Я тогда вам сейчас расскажу. Вот. Базовый рецепт, просто как его применять без относительной тенденции сферы денег. Вот. А именно по деньгам. Так, Анна, вы у нас тему денег поднимали, писали, что вам тема денег актуальна. Вам тема денег вообще получается не актуальна. Если тема денег не актуальна, тема похудения, например, лишнего веса или тему заболеваний берем. Если похудения, то смотрим на ту часть тела, которая вам не нравится. И опять же прислушаемся к себе. И что я чувствую, да, когда я смотрю на свой лишний вес. Вот. Точно так же пишем в чат. На чат присоединяемся, ладно, раз актуально. Вы что-то молчите. Я вам уже три раза повторила, что нужно делать для практики. Жду ваших тогда ответов, чтобы практику начать. Ну, простукивание. Смотрите. Значит, у вас нет нехватки денег в жизни. Раз спокойствия. Значит, ну а зачем тогда вообще простукивать и что-то с этим решать? Значит, вам так хорошо. Вот. Понимаете, не может быть спокойствия, ну, когда у тебя не хватает денег, да. Если эта тема вам актуальна, вы как раз ее из какого-то состояния, да, неспокойствия выбираете. Значит, выберите другую тему. Просто тогда как делать, если не хотите. Валентина, когда вы смотрите на живот или лицо, что вы чувствуете? И напишите какие-то чувства с оценкой по 10-бальной шкале. На что вы желаете больше денег? Чего вам не хватает? Мы говорим не в целом про деньги, мы говорим про благополучную жизнь. Да, то есть, если спокойно, нормально, то сегодня у нас не тема денег, сегодня тема самоисцеления жизни, тогда, может, лучше взять что-то другое. Если вам не хватает денег там на... Да. Ну, значит, берите другую тему. Значит, вам и так нормально, и понимаете, что, ну, тема денег, ну, для вас не сильно актуальна, на самом деле. Потому что, когда действительно не хватает, не хватает на то, что ты хочешь, ну, это совсем не чувство спокойствия. Вот, досада, ага. Да, давайте по тазобедренному просто, Анна, отмечайте, да, про самоисследование. Вот так порой бывает, редко, но, да, я уже с таким сталкивалась, что вот с одной стороны денег вроде хочется, ну, может, какие-то навязанные, да, желания, цели для вас, а вам и так все нормально и спокойно. Вот. Единственное, может быть момент, что может быть такое, что режим Борис Лебеги, да, вот этот вот, он, ну, не активизирован на деньги, но при этом денег нету, может быть, потому что есть ограничивающие убеждения какие-то. Но это не в рамках нашей сегодня встречи, это будем именно на курсе делать, про убеждения там подробно поговорим, да, и все эти вещи разберем. Ну, что. Ну, что. Недовольство, ага. Негодование. Да, ладно, вот сколько по 10-бальной шкале это негодование и недовольство. Еще оценить надо, то есть. Ага, на 6. Все, отлично. Давайте, мы хорошие. Тогда начнем практику простукивания. Точки я вам показала. Если я опускаю руку, вам руки на видео не видно, значит, я простукиваю седьмую точку. Если я поднимаю руку, я простукиваю восьмую точку. Вам не нужно что-то сверх делать того, что делаю я. Просто нужно будет повторять за мной то, что говорю и делаю я. Я буду проговаривать ваши фразы, да, и может быть немножечко с заменой сделаем на базовый вектор какой-то. Посмотрим без замены. У нас уже времени мало. Вот. Сегодня не сильно активная аудитория. Те, кто не писал в чате, но хочет сделать практику, понимайте, что она для вас будет малоэффективна, потому что практика, здесь важны фразы и соединение со своим состоянием, для того, что сейчас было в начале. И, соответственно, если вы не написали в чат, то я этого не проговорю, и, соответственно, практика для вас не сильно повлияет. Но, поняв принцип, в принципе можно сделать такое для себя самостоятельно по базовому рецепту, который я после практики быстренько расскажу. Итак, мы с вами начинаем. По точке каратэ делаем глубокий вдох и выдох. Несмотря на нехватку денег, я все равно люблю и принимаю себя такой, какая я есть. Несмотря на эту нехватку денег и чувства от нее, я все равно люблю и принимаю себя такой, какая я есть. Несмотря на эту боль и эти чувства, я все равно люблю и принимаю себя такой, какая я есть. Это паника. Это боль в центре в тазобедренном. Это паника. Это досада. Это негодование. Это недовольство. Вся эта нехватка денег. Это негодование по поводу денег. Это паника. Это боль в тазобедренном. Это боль в тазобедренном. Это боль в тазобедренном. Это паника. Это боль в тазобедренном. Это паника. От нехватки денег. Это недовольство. Это негодование. Это боль в тазобедренном. Это паника. Это негодование. Делаем глубокий вдох и выдох. Пьем воду, у кого она есть. Итак. Сейчас снова берем то, что вы делали в начале. У кого была боль, прислушиваемся к боли в тазобедренном. У кого была тема денег, также думаем о своей нехватке денег, как вы думали в начале. И прислушиваемся к тому чувству, которое вы написали. Досада, паника, негодование. И оцениваем, сколько сейчас по 10-бальной шкале это чувство. К примеру, было 8 и ушло со 7, то пишем 0. Если не ушло, то пишем ту цифру, которая есть сейчас. 2 или 3, например. Вот таким способом. Техника простукивания. Базовый рецепт состоит из того, что вы выбираете фразу для простукивания. Так, у Лады поднялось. Лад, у вас было 2, у вас же 6 было. Было сколько, пишем. Сколько было, сколько стало. Чтобы увидеть, что происходит, что меняется. Это очень важно. Я сейчас расскажу, что это значит. Нужно отслеживать. Сколько было, сколько стало. Как я написала, было 8, например, и полностью ушло. Старого 0, у кого боль там часто. Все, поняла, да, Лада. Это 6-2,5, значит, да, Лада. То есть ушло прям, ну вот, хорошо, заметно, ощутимо, как ваши ощущения, как ваши чувства. Вот, у Натали поднялось. Смотрите, вот такое редко оно бывает. Подождите, у вас, Наталья, была паника 7, наверное, 7-2, да? Вы написали сначала, 7-3 вернее. Было 7, стало 3. Сначала мы пишем ту цифру, которая была, потом ту цифру, которая стала. Потому что оно снижается всегда, в зависимости от того, насколько снижается, как бы идут уже, что, да, я поняла, ожидала, что у вас 7, было 7, стало 3. Как ваши впечатления, если у вас какие-то вопросы по простукиванию? Простукивание можно делать любой рукой, по любой стороне. Простукивание 5-7 раз где-то, по каждой точке. И смотрите, базовый рецепт, как применять его самостоятельно. Прислушались к себе, что-то болит, например. Или прислушались к своей ситуации, прислушались к своим чувствам. Есть какое-то чувство, да, и, ну там, страх, например, или боль там-то. Давайте вот на примере страха возьму, да. Ну, страх, что не хватит денег у меня, да, в следующем месяце. Вот, выводим фразу, этот страх, оцениваем реально, прислушаемся к себе, сколько у меня этот страх есть внутри. И простукиваем самостоятельно по базовому рецепту. Несмотря на этот страх, я люблю и принимаю себя. Несмотря на этот страх, я люблю и принимаю себя. Несмотря на этот страх, я люблю и принимаю себя. Три раза повторили. Этот страх, этот страх, этот страх, этот страх. Одну и ту же фразу, этот страх, мы простукиваем три круга подряд. То есть один круг, это с первой по восьмую точку. Простучали, остановились, выдохнули, водички попили, снова прислушиваются в той же ситуации. Сколько у меня сейчас страх? Так можно делать в моменте. Вы с кем-то ссоритесь, ругаетесь, что-то у вас происходит. Выбежали, простучали, прислушались к себе. Ой, я раздражена, ой, какой ужас. И простукиваешь, ой, какой ужас, ой, какой ужас, ой, какой ужас. По базовому рецепту простучали, уже стало легче. Уже ушел там страх этот сильный, уже ушло оно. Вот это мы снижаем и выключаем режим Бориса Лебеги с помощью такого базового рецепта. Но простукивая на нынешние свои ощущения, чувства, результаты, и более того, более одного раза не надо это делать. Вот вы один раз сейчас простучали, вы увидели результат и ощутили его. Если вы на перснова попробуете стучать это чувство, оно у вас не снизится. То есть то, что оно у вас снизилось до двух до трех, это значит, что вот у кого боль была, как у вас с болью, есть про боль такая штука, что оно смещается. То есть боль из одного места переходит в другое место. Тогда нужно по тому же рецепту базовому простучать уже боль в другом месте. Например, из тазобедренного перешла куда-то. Ну, то же самое колено мне нравится, правое колено. Тогда мы простукиваем. Несмотря на эту боль в правом колене, я люблю и принимаю себя. Три раза эта боль в правом колене. То есть одну и ту же фразу мы простукиваем по каждой точке. Почему еще важна была прелюдия наша с вами, присоединиться, фразы все эти. Потому что техника эффективна только тогда, когда эти фразы ваши, а не мои. Соответственно, кто пощупал эту технику, вы можете, если еще не верите, что она работает, сделать ее по базовому рецепту. Что у вас сейчас поднялось? Вот сейчас вы простучали это, может быть что-то поднялось, какие-то чувства поднялись, какое-то состояние поднялось. Вы можете его простучать, вам тут же станет легче. И на курсе мы делаем это состояние стабильным. Мы берем все эти сферы жизни. Вот таким способом простукиваем. Плюс ко всему, вот на перуанной, да, было спокойствие внутри. Мы еще там заменяем ограничивающие убеждения. Это тоже очень сильно, особенно в теме денег, может сдерживать, проопыт там и так далее. Все это я приглашаю вас к себе на курс. Он сам курс в записи, но с моим индивидуальным месячным сопровождением. По ссылке там должно быть описание. Технику вы попробовали, действительно работает. И никаких, ну, работает и работает всегда, да. Просто нужно знать эту систему. Полностью там по эмоциям, как работать. Иногда я не рекомендую простукивать на эмоции, например. Полностью, как в каких-то сферах заболевания там лечить. Похудение конкретно, например, или омоложение по сексуальности. То есть каждый день это какая-то сфера. В каждых сферах немножечко разные, ну, разный подход и особенности. Мы их все простукиваем, мы их все рассматриваем. Полностью самоисцеление всей жизни до спокойной благополучной жизни, да. Вот верхние, работаем с болезнями там более подробно, да. По эмоциональному состоянию, с травмами, как работать. Этот курс заменит для вас годы психотерапии. Вообще сама техника, она столько быстрая и эффективная, и понятная. Когда знаешь эту систему, как с ней работать дальше, в перспективе. Не просто разово вы боль снизили или эмоции снизили, а как, например, в сфере денег, а как, например, в сфере похудения, да. Там будут даны сценарии простукивания, да, для вас видеопрактики, вот такие, как вы сделали сейчас. Плюс мое индивидуальное сопровождение. Курс записи, вы можете сам курс проходить в любое удобное для вас время. Бонусом идет самоучебник по простукиванию во всех сферах жизни. Там мы избавляемся от зависимости от еды, например, от сладкого, да. Ну и так далее. Очень много разных-разных сфер, которые я, то, что будет для вас наиболее актуальным, те, кто оплатит участие в курсе в течение 24 часов, да, я дам вот под ваш личный запрос дополнительно практики и сценарии простукивания. Как именно с помощью простукивания лично вашу какую-то проблему решить индивидуальную, да. Все это всего лишь за 4 500, ну так стоит только одна моя разовая консультация, например, да. Поэтому целый курс 12-дневный с месячным сопровождением приглашаю вас к себе в школу. И в школу эгоистов, да, такую, где нужно максимально слушать себя. Но когда вы научитесь слушать, слушать себя и сможете применять эту систему, вам будет намного проще вот эти процессы самоисцеления запускать, ускорять. И не привлекая каких-то внешних сторонних силы, жить спокойной, благополучной, хорошей жизнью. С вами была Варвара Семенихина, жду вас у себя на курсе. За простукивание, причем даже, видите, на любую волнующую вас тему можно произвести простукивание и вписаться в курс, который 12-дневный курс. И, конечно же, доступ к мастеру курса. Все это очень благоприятно. Проходите по ссылочке. И сейчас хочу сказать, что у нас следующее выступление будет. Перед нами выступит Виолетта Копченкова. И мы будем встречать китайский Новый год и бога богатства. Да, огромная благодарность. Варваре Семенихиной действительно очень ценный курс. Вы можете пройти по ссылочкам и ознакомиться, потому что это достаточно подробно. 12 занятий, представьте, да, у вас будет доступ ко всем видеозаписям 12-дневного курса «Самоисцеление жизни», который стоит 10 тысяч рублей. Также индивидуальное сопровождение с опытным тренером и автором курса Варварой Семенихиной, что на самом деле просто бесценно. А также завершите окончательно свои психологические проработки, прошлых травм и событий, спокойствие и решение проблем, достижение целей. Начнет набирать обороты с начала курса и продолжит расти после прохождения. Очистите навсегда свои блоки, убеждения, связанные с разными сферами. Сферами здоровья, сферами денег. И сможете получить свои прекрасные результаты. Для этого достаточно кликнуть на голубую ссылочку и на страничке, которая откроется автоматически под описанием, внизу ввести ваши контактные данные. Имя, e-mail, адрес электронной почты. Обнимательно по буквам Skype. Телефон в международном формате 7-8 для России, 380 для Украины и так далее. С кодом города, с кодом страны. И, конечно же, вы получите все необходимые знания и ресурсы. После того, как нажимаете зеленую кнопочку «Заказать», тут же с карты любого банка можете пополнить Яндекс.Деньги. Либо сделать это в своем интернет-банке, уже без комиссии платежной системы. Либо обратиться ко мне. Чуть позже я дам данные. Свои, для того, чтобы вы могли обратиться. А сейчас мы встречаем нашу прекрасную гостью Виолетту Копченкову. Напишите, пожалуйста, свои плюсики, кто уже знаком с Виолеттой. И, конечно, для встречи Нового года вы можете пригласить своих самых близких, самых прекрасных знакомых. Нового года.